Вы смотрите информационную программу события. Для вас работает Виктор Березовский. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Резонансное задержание наркодилер в погонах. Ложный пожар в южном понарошку тушили катер. Черные пиар-технологии за работой. Валерий Матковский об избирательной кампании. Мощный взрыв произошел в школе поселка Репки Черниговской области. Пострадали три женщины, одну из которых врачам так и не удалось спасти. Ей было 34 года. Она работала завхозом. К счастью, дети, которые в то время были в группах продленного дня, не пострадали. Их быстро эвакуировали из здания. На место сразу прибыли спасатели и правоохранители. Выяснилось, что сработал ручной гранатомет РПГ, более известный как Муха. Местный волонтер, который недавно приехал из зоны АТО, принес его как экспонат для школьного музея. Гранатомет был в боевом состоянии. Его уже вывезли и уничтожили. Швейцария предоставит Украине кредит на 200 миллионов долларов. Об этом сообщил Федеральный совет страны. Средства поступят в рамках программы Международного валютного фонда. Поэтому эту денежную помощь нельзя будет использовать для финансирования оборонного сектора. Швейцария дает деньги, потому что заинтересована в стабилизации ситуации в Украине, говорится в сообщении. Польша приготовила очередную партию гуманитарной помощи для Украины. Груз направляется в Днепропетровскую область, которая приняла 62 тысячи беженцев из Донбасса. Для них везут аптечки, средства гигиены, теплые вещи и одеяла. Это все должно быть на месте уже через два дня. Собирали гуманитарку всем миром. Это и государственные средства, и помощь многочисленных волонтеров. Одесские правоохранители не пришли на анонсированные ими ранее встречу с общественниками и журналистами, где должны были отчитаться о ходе расследования дела 19 февраля. Формальная причина неявки – запрет начальства. Таким образом, спустя год после инцидента под стенами облгосадминистрации, где были избиты журналисты, представители СМИ не знают не только, кто заказчик и организатор преступления, но даже как продвигается расследование резонансного дела. Мне кажется, что такая ситуация не очень уважительна по отношению к нам всем, я не имею в виду в данном случае себя лично, а к нам всем, к нашему обществу. Ну что ж, будем трудиться дальше. Эти молодые люди не сами по себе собрались и приехали. Кто их собрал, кто их обеспечил и формой, и дубинками, и местом проживания, и оплатой соответствующей. Второй аспект. И третий. В другой иерархии с него можно было бы начать. Можно было бы поставить его первым. Кто заказчики, и еще пойдем спять, кто инициаторы. Сотрудниками СБУ совместно с прокуратурой города задержан заместитель начальника видеопольского райотдела милиции. Его подозревают в пособничестве в продаже полукилограмма героина. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому мер пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия установлено, что помимо того, что он оказывал им помощь этой преступной группе, в которую уходят в том числе и лица цыганской национальности, оказывал им помощь в реализации на подконтрольной ему территории, скажем так, наркотиков, помимо этого он и сам участвовал в их реализации. На сегодняшний день задержаны как сами участники сбыта, в том числе и лица цыганской национальности, так и задержан этот сотрудник милиции и проводит следственные действия, направленные на сбор доказательств этой незаконной деятельности. Тушили катер и спасали пострадавших в порту Южный. По распоряжению премьер-министра во всех областях проходит учение на стратегически важных объектах. В случае необходимости экстренные службы могли сработать максимально оперативно. В специально разработанной программе принимали участие одесские спасатели и работники порта. Задумка была такая. На первом причале было загорание рабочего катера «Брис» на площади 5 метров квадратных. По месту вызова были направлены два катера, пристосованные для гасения. Катер «Артур» и катер «Нептун». Также своими силами было подано ствол «Б» со стороны причала. Также было задеяно отделение ВПК порту. Совместными усилиями за 40 минут пожар был ликвидирован, пострадавший доставлен на берег. К ликвидации условного пожара были привлечены два катера, 6 единиц основной, 4 единицы специальной пожарно-спасательной техники. Организовано взаимодействие с аварийными службами порта. Основная цель проведения данных учений была достигнута. В кратчайшие сроки условный пожар был ликвидирован. Также, по легенде, была произведена эвакуация команды судна. Проведение подобных учений запланировано в порту Южный на апрель. В Беляевском районе задержали грузовик с партией нелегального алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов решили проверить грузовой автомобиль. Внутри они обнаружили коробки с коньяком марок «Крымская чайка», «Молдавская чайка», «Белый аист» и «Звездный аист». Всего более 22 тысяч бутылок. На всех были наклеены поддельные акцизные марки. Милиция выясняет, куда направлялась партия алкоголя. Открыто уголовное производство ведется досудебное расследование. Конкуренты не дремлют. Кандидат депутата Одесского городского совета по 40-му мажоритарному округу Валерий Матковский заявляет о грязной кампании, направленной против него. Некоторые оппоненты не стесняются даже подключать админресурс. О встрече Валерия Матковского с журналистами далее в сюжете. Избирательная кампания по довыборам в Одесский городской совет выходит на финишную прямую по давней украинской традиции. Участники не стесняются использовать самые грязные и циничные методы политической борьбы. 40-й округ не исключение. Руководитель областной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова Валерий Матковский называет вещи своими именами. Идет зачистка и подготовка города под определенные силы, которые сейчас руководят Одессой. Как я должен был бы отнестись, например, к такому объявлению, что, уважаемые жители, в связи с неоднократным обращением жильцов вашего дома по улице 7-2, улица Зиньковецкая, работы по очистке и замене труб канализации проводятся под патронажем кандидатов депутата Одесского городского совета Никогосяном Ливоном Рубяновичем. Чтобы провести ряд работ на проблемном округе, нужно обладать серьезными полномочиями и возможностями. И данный кандидат, как выяснилось, такими возможностями обладает сполна. Оказывается, что это директор коммунального предприятия. Одесского. Одесса-фар. Вот. Ну, ладно. Тогда понятно, что весь город работает сегодня на директора коммунального предприятия для того, чтобы он там стал депутатом. Еще одному кандидату в депутаты горсовета не давала покоя декларация Валерия Матковского, в которой все было указано максимально подробно. Что он из себя там представляет? Беру, открываю его такую же точную декларацию. Ради интереса залезть в интернет, это тоже в таком широком доступе, это незакрытая информация. У человека задекларировано тоже 28 тысяч гривен. И больше все прочерки, где он живет, где его там собственность, что у него ничего нет. Валерий Матковский сожалеет, что некоторые кандидаты в депутаты вместо реальной работы на округе и трезвой оценки ситуации тратят силы и время на выяснение отношений и мелкие разборки. Впрочем, уверен политик, люди в первый день весны оценят всех по заслугам. И о погоде завтра в Одессе пасмурно, возможен небольшой снег, температура воздуха 0,2 градуса. Оставайтесь с Академией, наши корреспонденты будут и дальше информировать вас о самых актуальных новостях. Для вас работал Виктор Березовский. Всего доброго.